Ну что ж, российский футбол вернулся в нашу жизнь. Сегодня проходит первый тур после зимней паузы. И вы знаете, мы начали с самого вкусного. В первый же день после вот этого зимнего периода мы получили так называемое дерби всея Руси. «Спартак» против ЦСКА. Супер противостояние. Главное дерби Москвы, называйте как хотите. В общем, здесь вывеска была отличная. Ну и хотелось бы отметить, что качество игры также получилось весьма и весьма достойным. Есть у нас такое выражение «весенний футбол», ну, который обычно получается невзрачным, с кучей ошибок и косяков. Но вот здесь, мне кажется, что и ЦСКА, и «Спартак» показали вполне себе солидную игру со своими плюсами, но и со своими минусами. И давайте обсудим, каким образом эта встреча сложилась для армейцев, для красно-белых, и какие выводы можно сделать из этого дерби. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания «Балтбет», и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте «Балтбет», а также ведете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискует. Ну и начинаем мы, конечно же, со стартовых составов. Здесь, касательно «Спартака», особых сюрпризов на самом деле не было. В отсутствии Кауфриза в центре защиты появился Литвинов вместе с Джикией и Жиго. Тут все было очевидно. Сейчас Ваноле будет использовать схему в три центральных. Ту схему, которую он использовал вместе с Конте в сборной Италии, Челси и так далее. Мы помним, что Ваноле, так же, как и Каррера, когда-то был сперва помощником у Конте, а потом оказался главным тренером «Спартака». И вот, пожалуйста, по лекалам Антонио Конте «Спартак» сейчас и строится. При этом хотелось бы отметить, что есть свои нюансы, которые мы обсудим чуть позже. В воротах Серехов на флангах справа появился Мозес, а слева Айртон. Перед началом матча многие предполагали, что, возможно, Мозеса отправят на правый фланг атаки, для того, чтобы схема была 3-4-3, но по факту здесь получилось иначе. Многие ждали, что Мозес выйдет там впереди, а Зобнин выйдет на правом фланге обороны. Но Ваноли избрал расстановку 3-5-2, потому что Роман Зобнин действовал в центре поля вместе с Мартиншем, а также вместе с Умяровым. Ну и в атаке появился Промес плюс Соболев. Хотелось бы отметить, что таким образом все-таки немножко отошел от классической конторской расстановки Ваноли, потому что Конте играет 3-4-3 с двумя фланговыми нападающими-инсайдами и центральным форвардом. Здесь же мы увидели плотный центр поля и двух нападающих впереди. Возможно, это такая специальная оборонительная расстановка конкретно под серьезного соперника ЦСКА, но тем не менее интересный нюанс. Что касается армейского клуба, здесь тоже были свои, скажем так, нововведения. Ну и вообще, в принципе, армейский клуб сильно поменялся. Полузащита фактически новая. То есть в опорной зоне мы увидели Кбамена, ближе к атаке Медину, Караскаля и Языджи в качестве такой креативной группы и впереди на острие Заболотова. То есть в основе не появился ни тот же самый Эджуки, ни кто-то еще, ни Баха Зуинудинов, который мог бы появиться в атакующем сочетании. Но сочетании нет. Сразу четыре новичка, что было с одной стороны риском, с другой стороны, ну согласитесь, ЦСКА для того и подписывал этих ребят, чтобы сейчас существенно прибавить. И для этого они, в общем-то, и брались в команду. И хотелось бы отметить, что каждый из них по-своему показал свои таланты. Сюрпризы, кстати, наметились и на других позициях, потому что на левом фланге появился, например, Обликов, хотя многие в предматчевых раскладах заявляли, что здесь будет Ченников или Зайнудинов, как вариант справа Майо Фернандес. Но это понятно и три центральных защитника. В отличие от Спартака, у ЦСКА до последнего не было понятно, по какой расстановке конкретно они будут играть. Четыре защитника, либо три центральных, два фланговых. И вот, пожалуйста, Фукс, который тоже в каком-то смысле новый человек для ЦСКА, потому что раньше почти не играл Биелл и плюс Дивеев. Ну и хотелось бы отметить, что в этих условиях Спартак в каком-то смысле предугадал маневр игры соперника. Потому что схема красно-белых просто идеально ложилась под оборону против ЦСКА. То есть у них три центральных защитника, аналогичная схема с соперником, три центральных хавбека, каждый из которых может заняться опекой Караскаля, Медины или Языджи, то есть против трех креативщиков. Три фактически разрушителя. И в итоге, если мы берем первый тайм, то здесь преимущество во владении было на стороне ЦСКА. И это было заметно по ходу игры, что да, они больше контролируют снаряд в первом тайме, но по ударам-то 6-4 в пользу красно-белых. Ну и говоря по факту, ближе к забитому мячу в первом тайме были именно спартаковцы. Они попали в штангу усилиями Куинси Промеса. Да, конечно же, были свои моменты хорошие, весьма перспективные у ЦСКА, но обратите внимание, у ЦСКА появлялись шансы в тех ситуациях, когда Спартак немножко раскрывался и позволял оппоненту действовать на свободных зонах. Когда Спартак вставал в позиционную оборону, здесь у ЦСКА сразу возникали проблемы. С другой стороны, хотелось бы отметить, что появление свеженьких футболистов все-таки внесло нужную новую лепту, и они за счет индивидуальных талантов, за счет выдумки и изобретательности начали создавать все-таки какие-то ситуации. То есть ЦСКА из прошлого полугодия, он бы встал и просто без шансов метался бы вокруг штрафной Спартака в этой ситуации. А здесь появились игроки, которые способны хоть в какой-то мере компенсировать потерю Влашича, которая произошла летом. Если в первом полугодии ЦСКА больше мучился в позиционке, то сейчас пошла хоть какая-то интересная такая комбинационная игра. И в результате в первом тайме мы увидели достаточно такую тягучую игру, которая ко второму тайму уже немножко раскрылась, и там стало куда веселее. Но, с другой стороны, было интересно смотреть на то, как новички ЦСКА пытаются взломать оборону, а Спартак вылетает в контрвыпады, и, пользуясь вот этой симметрой своих схем, они отбиваются и обороняются против армейского клуба. В принципе, это могло увенчаться успехом, если бы Промес все-таки попал. Ну а на старте второго тайма произошло то, что я прогнозировал, наверное, еще в своей превьюшке. Я отмечал, что стандарты — это страшное оружие ЦСКА. И вот, получите, распишитесь, Языджи в первом же официальном матче забивает важнейший гол. Но и этот гол, конечно же, изменил ход встречи, потому что теперь у ЦСКА была просто идеальная для них ситуация. Больше не нужно идти вперед и играть первым номером, с большим процентом владения, как это было в первом тайме. Можно отдать мяч сопернику, пускай Спартак идет в атаку, и мы их будем ловить на контр-выпадах. Тем более, что вот эта симметрия схем, то, что команды играли по зеркально похожим расстановкам, и там три центральных, и там три центральных, это теперь уже играло в пользу обороняющегося ЦСКА, который, конечно же, отдал снаряд Спартаку, позволил тому перейти в масштабную такую и длительную позиционную атаку, длиной почти весь второй тайм, ну а ЦСКА отвечал на эту позиционную атаку своими редкими, но очень меткими контр-выпадами. И вот здесь оказалось, что у ЦСКА просто огромное количество футболистов, идеально подходящих под контр-атакующий футбол. Это и Караскаль, через которого строилась значительная часть контр-выпадов. Это и Эджуки, появившиеся со скамейки, свеженькие Эджуки против уставших спартаковцев. Это и тот же самый Зайнудинов, который в итоге забил второй мяч. И опять же, как забил, ну фактически в контр-выпаде, вот посмотрите. И при этом, как мне кажется, ЦСКА эффективнее использовал свои замены. Это к вопросу о тренерской дуэли Березуцкого и Ваноли. Редкое дело, что Алексей Березуцкий в этом противостоянии был более опытным самостоятельным наставником, потому что Ваноли проводил фактически свой дебютный матч в рамках самостоятельной тренерской карьеры. И вот, пожалуйста, его ошибка, на мой взгляд, очевидная. Это очень пассивное использование замен. Да, в какой-то момент он вполне себе логично перешел на схему 3-4-3, когда с поля сняли Зобнина и сняли Соболева, выпустили Николсона и Ларсона, то есть оставили двух центральных хавбеков и трех нападающих. Но дальше замены использовались очень пассивно. Эти-то замены запоздали, а потом следующую пришлось ждать практически до конца встречи, когда Хлусевич вышел вместо Джики, что опять привело к определенным перестроениям внутри коллектива. То есть здесь, на мой взгляд, Спартак запаздывал с перестановками. ЦСКА же напротив очень оперативно вводил в бой того же самого Баху Зайнудинова, других атакующих футболистов Эджуки. Когда было нужно, выпустил более осторожных ребят, как Мухина, чтобы уплотнить центрополе. В общем, здесь все разыграно было как по нотам, с точки зрения перестановок у ЦСКА. И человек, вышедший со скамейки, еще и гол забил. Поэтому в данном случае, мне кажется, что Алексей Березуцкий смог переиграть в А0. С другой стороны, очень многое в этой встрече упирается в проблемы Спартака при реализации. И не только в первом тайме, где они могли выходить вперед. И дальше, кто его знает, как бы сложилась игра. Что творилось во втором тайме? Выход один на один Зобнина, когда там Акинфеев потащил. Другие эпизоды. Другие моменты, когда Мартинш, который, кстати, мне не особо понравился в этой встрече, пробил прям совсем рядом со штангой. Другие были хорошие моменты. То есть здесь Спартак действительно нанес больше ударов, чем ЦСКА. Спартак создал много опасных ситуаций. Поэтому здесь счет 0-2 не совсем отражает то, что происходило на поле. Минимальное преимущество, наверное, было бы как-то справедливее. Но все-таки футбол не всегда бывает справедлив. И к тому же хотелось бы отметить, что ЦСКА в этой встрече мне показалась более целостной командой. Более понятной. Что, кстати, парадоксально, учитывая то, что здесь половина состава фактически новички. Четыре номинальных новичка и один еще фактический фукс, который только начинает свою карьеру заново в ЦСКА. И вот, понимаете, казалось бы, такая разношерстная команда. А действует более целостно. Все-таки фактор тренера, который в Спартаке поменялся, пришел новый наставник совершенно без опыта пока что, он, как мне кажется, серьезно сказывается на игре красно-белых. А впереди у них сумасшедший график. И как бы не получилось, что уже через пару неудачных матчей в А0 начнут критиковать по полной программе. В общем, такие пироги. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.